Депутаты Думы Урая встречаются с представителями ветеранских организаций. На повестке отчет о реализации карты развития Югры, объекты благоустройства и работа депутатского корпуса. В 1922 году впервые городу Урая было предусмотрено в бюджете средство на формирование депутатских фондов для выполнения депутатами наказов от жителей избирательных округов. Всего сумма небольшая, порядка 4 миллионов, на всех 20 депутатов. На эти деньги было реализовано 13 наказов. По просьбам жителей расширена стоянка в третьем микрорайоне. Появились новые игровые и спортивные формы, лавочки и урны во дворах. А в Юго-Восточном подготовлена территория для детской площадки. О реализации объектов в рамках соглашения правительства Югры и нефтяников рассказал помощник депутата Думы Урая Эдуард Михель. За год преобразились площадь первооткрывателей и сквер романтиков. Появились светодиодные украшения на фасаде здания школы искусств. Изменился двор в западном микрорайоне. Последний объект по-настоящему обрадовал жителей. Его курировали лично депутат Марат Акчурин и его помощник Эдуард Михель. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, помните, какой двор был раньше здесь и как стало сейчас. Вот благоустройство прошло летом, летний период. Скажите, есть какие-то моменты положительные? Может быть, что-то не так сделали? Молодцы, наконец-то. Вот так вот. Молодцы, наконец-то. Я очень рад. Вам огромное спасибо за теплые слова. Потому что, по большому счету, давным-давно действительно напрашивалось. И весь Урай так надо сделать. Ну, стараемся, будем делать. Это же приятно смотреть. Перебятней осталось все как красиво сделано. И люди остались с машинами, как положено. А то вечно на бордюрах. Что это? Спасибо вам. Молодцы. Благодарю. Встреча с ветеранами – это не только возможность рассказать о деятельности депутатов, но и найти новые идеи для дальнейшей работы. Мы для себя взяли на заметку несколько идей, которых можно будет, я считаю, как внести предложения для включения в будущие проекты соглашения о сотрудничестве. Ну, и успешно их реализовать в последующие годы. Такие встречи станут традиционными. Они сокращают дистанцию между избирателями и депутатами. Позволяют услышать друг друга в неформальной обстановке. Парламентарии также напомнили, что регулярно ведут личный прием граждан. Помощник депутата Эдуард Михель приглашает к диалогу всех, у кого есть темы для обсуждения.